Привет! Это передача «Армянский контекст», где я, журналист Андрей Серафимов и политолог Тигран Григориан обсуждаем главные события прошедшей недели. Тигран, снова привет! Привет! Ну, за прошедшую неделю, как мне кажется, событий было не так много. Вот, давай начнем с Ирана. Сегодня состоялось открытие консульства иранского в Капане, это Сюнингский как раз регион. Напомним, наверное, нашим зрителям, что это как раз-таки тот регион, который хочет забрать Азербайджан под коридор, если совсем кратко говорить. Это произошло после встречи глав МИД двух стран, то есть Армении и Ирана. Что ты об этом думаешь? Насколько это вообще важно? О чем это говорит? Потому что Иран, он до этого и группировку войск держал как раз в этом регионе. Расскажи. Ну да, Капан — это столица Сюнингского региона. Азербайджан хочет получить коридор именно на юге Сюнингского коридора, как раз на границе с Ираном. Если Азербайджан получит этот коридор в том виде, в котором заявляется, то может возникнуть опасность, что Армения и Иран могут де-факто или частично потерять общую границу. Иран на протяжении всех этих месяцев заявлял, что пересмотр официальных границ регионе или там пересмотр границ, которые исторически существовали на протяжении многих веков, неприемлемы. Это красная линия до Ирана. Вопрос открытия консульства на самом деле обсуждался давно. После окончания второй Карабахской войны шли такие разговоры как раз. Мы помним, что это не первая эскалация была, вот в сентябре, в мае 21-го года тоже Азербайджан напал на Армению. И тогда одним из участков, где произошло нападение, как раз тоже был Сюнингский регион. И вот с того момента шли очень активные разговоры, что Иран собирается открыть консульство в Капане. И вот сейчас свершилось. Нужно сказать, что параллельно вот этому визиту министра иностранных дел и открытию консульства Иран также начал военные учения на границе с Азербайджаном и на границе с Арменией. Это такой месседж Баку и, наверное, в какой-то степени даже Анкаре, что вот эти самые заявления воинственные и агрессивные в сторону Армении, неприемлемые для Ирана. И вот во время открытия консульства в Капане министр иностранных дел Ирана даже заявил, что безопасность Армении — это безопасность Ирана. Такие заявления мы постоянно слышали в последние месяцы со стороны Ирана. И в Армении определенный скепсис всегда существовал, что Иран только говорит, а на самом деле, когда приходит время каких-то действий, никогда не действует. Ну вот открытие консульства — это уже какое-то действие, а не заявление. И на самом деле, наверное, это играет какую-то сдерживающую роль, потому что все-таки Азербайджан не может учитывать вот такой фактор, как иранский фактор. Все-таки у многих есть сомнения, пойдет ли на какие-то конкретные шаги Ирана, если там Азербайджан попытается силой что-то там отхватить или отобрать у Армении. Но все-таки эти месседжи, наверное, могут в какой-то мере заставить Азербайджан подумать перед тем, как начать какие-то действия. То есть они повышают потенциальную цену новой агрессии для Азербайджана. Я вот спросить хотел, все равно такой, наверное, общий все-таки вопрос относительно вообще влияния Ирана именно в регионе, потому что, ну, нашим подписчикам, наверное, будет интересно, мы столько раз касались все равно, да, вопросы Ирана и так далее, хотя бы в общих словах. Можешь сказать о том, как вообще, ну, как бы к Ирану относятся, насколько вес? Вот ты уже упомянул про то, что он может говорить, там, ну, например, там, не делать, да, или там в Армении со скепцией относится. Но при этом всем, как бы, я вот про Иран вообще ничего не знаю. Вот. Давай как-то вот тогда в общем про регионов сможешь сказать? На самом деле я тоже не ирановед, то есть все, что я говорю, это какие-то общеизвестные вещи, и не нужно это принимать как какое-то экспертное мнение. Но Иран, безусловно, важный игрок в нашем регионе. У Ирана есть какое-то влияние даже внутри Азербайджана, там есть какие-то религиозные группы, которые находятся под влиянием Тегерана, и Азербайджан постоянно пытается ограничить деятельность этих самых групп. Что касается Армении, то с момента независимости для Армении Иран очень важная страна, потому что на протяжении последних 30 лет наши границы с двух сторон были закрыты, то есть Турция закрыла границы, и с Азербайджаном понятно, что не было открытых границ. Иран был одним из выходов во внешний мир наравне с Грузией. То есть если бы не было Ирана, для Армении очень сложно было бы коммуницировать с внешним миром. И вот этот нюанс всегда понимался на Западе. То есть даже в момент таких самых ярых антииранских санкций у Армении было довольно-таки активное экономическое сотрудничество с Ираном. Армения в середине нулевых Армении и Иран построили газопровод. Есть там всякие проекты по сотрудничеству в сфере энергетики. Сейчас вот во время визита министра иностранных дел активно обсуждается вопрос вот этого коридора, который будет связывать Персидский залив с Черным морем через территорию Армении. И на Западе всегда на это, можно сказать, закрывали глаза, потому что понимали, что Армения находится географически в такой ситуации, что не может просто не сотрудничать с Ираном. В последнее время идут довольно-таки активные разговоры о том, что Армения может даже закупить какое-то иранское вооружение. Но вот в этом вопросе позиция тех же Соединенных Штатов довольно-таки жесткая. То есть недавно, когда премьер-министр Армении заявлял, что есть страны, которые готовы продавать нам оружие, но есть третьи страны, которые против этого. Все подумали и на Россию. На самом деле этот, да, он говорил о США и об Иране. Еще один момент, который нужно также отметить, важно отметить в контексте приезда министра иностранных дел, это отправка европейских наблюдателей на границу Армении и Азербайджана. Для Ирана это неприятный момент, потому что политика Ирана и вообще позиция Ирана в нашем регионе состоит в том, что нужно ограничить воздействие или вовлеченность вне региональных сил в нашем регионе. Вот в этом плане у Армении и у Ирана позиции не совпадают. И во время пресс-конференции, если я не ошибаюсь, об этом тоже было заявлено. Но в целом, конечно, этот визит, нужно сказать, что довольно-таки позитивную роль уже сыграл. И открытие консульства тоже, мне кажется, хороший месседж всем тем силам, которые хотят или пытаются дестабилизировать ситуацию в нашем регионе. Ты говоришь про расхождение позиций Ирана и Армении, про влияние внешних сил и так далее. Но Россия как бы относится к этим внешним силам? Потому что у России и Ирана сейчас будто бы такой концертный букетный период. Нет, Россия не отходится. И мы знаем, что были закупки и так далее. Может быть, как-то про это расскажешь? Нет, Россия не относится к таким силам. Мы знаем, что у России есть военное присутствие в регионе. И во время этой истории нужно также отметить, что Иран, как и Россия, как и Турция активно продвигают вот этот так называемый формат 3 плюс 3, в рамках которого должны там взаимодействовать три большие региональные страны Россия, Турция и Иран и три маленькие закавказские или южнокавказские страны Армения, Азербайджан и Грузия. Грузия отказывается участвовать даже в разговорах об этом формате, но все равно отмечают 3 плюс 3, а не 3 плюс 2, что это тоже довольно-таки странно. Во время визита вот было заявлено, объявлено о важности этого формата министром иностранных дел Ирана. И отвечая на твой вопрос, нет, Россия не относится к таким силам. Речь в основном идет о Западе. Речь идет о основном ограничении западного влияния на регион. Ладно, я думаю, от этой темы можно отходить, потому что там еще и были такие важные назначения, как мы с собой обсуждали еще до начала передачи, когда ее подготавливали именно в Салмарцахе. Рубен Варданян был назначен госминистром, собственно, в Арцахе в самом, это очень такой значимый предприниматель, он, прежде всего, предприниматель, в том числе и для России, он не входит, конечно, в такой политический пул предпринимателей, да, назовем это так, но именно в российском обществе, но и в российском контексте, но при этом всем, вот сейчас он, как бы, проводит уже долгую такую поступательную, да, скажем так, политику какую-то собственную в Армении и вот в Арцахе. Расскажи об этом немного. Ну да, Рубен Варданян известный российский предприниматель, банкир, он в 90-х основал или соосновал Банктройку Диалог, это один из самых крупных банков тогда был, а в последние десятилетия занимался очень активно внутриармянскими вещами, занимался благотворительностью, строил известные довольно-таки школы, а после окончания Второй Карабахской войны, кажется, у него есть планы также активизироваться в политическом плане, потому что у него есть партия, то есть в формальном плане может это не его партия, но все знают, что есть афилиация, называется «Страна для жизни», эта партия довольно-таки активно участвует в выборах на разных уровнях и демонстрирует довольно-таки хорошие результаты. Мне кажется, во время последней волны выборов они по стране заняли второе место после правящей партии, если я не ошибаюсь. И вот, я не помню уже это когда было, кажется, где-то два месяца назад он публично заявил, что отказывается от российского гражданства и переезжает в Арцах, в Нагорный Карабах, потому что он считает, что сейчас очень важный момент для будущего Нагорного Карабаха, и все люди, которые хотят как-то чем-то помочь, должны жить там и помочь как-то Нагорному Карабаху выжить в этой очень сложной ситуации. Тогда уже пошли разговоры о том, что он наверняка получит какую-то должность. Он последние недели вел довольно-таки активные консультации со всякими силами, со всякими группами. Президент Арцаха Арай Карутюнян где-то, наверное, 10 дней назад, может, раньше, может, позже, я уже точную дату не помню, сделал официальное предложение ему, чтобы стать госминистром. Госминистр это, считай, та же позиция премьер-министра, которая не существует в Нагорном Карабахе по новой конституции, но просто с урезанными полномочиями. То есть господин Вартанян наверняка будет заниматься социально-экономическим блоком и может образованием еще. То есть это, в принципе, его сфера, он всю жизнь занимался предпринимательством, у него есть какие-то менеджерские навыки. И вот да, он наверняка будет заниматься экономикой. И его целью будет привлечение каких-то инвестиций, хотя довольно-таки сложно в такой ситуации привлекать инвестиции, особенно не армянские. И в Нагорном Карабахе есть большие ожидания по поводу его деятельности, потому что после окончания войны очень мало людей, вообще простых даже людей, ездят туда. Я не говорю о переезде туда жить, а просто даже из Армении очень мало людей ездят туда, потому что думают, что опасно, там дорога непонятно кем контролируется, есть всякие мифы. И вот это решение довольно-таки вдохновляющее решение было для местного населения. Но в Армении, конечно, пошли все эти всякие конспирологические анализы, конспирологические версии, почему назначили Вартаняна, почему он вообще переехал туда. Типа это план России, рука Кремля, пытается Россия там поставить своего человека. Типа там сейчас в Нагорном Карабахе какой-то антироссийский фронт открыли, сейчас там ведут борьбу с российским империализмом, и сейчас нужно кого-то специально поставить, чтобы там именно свой человек болтать. Это разговоры абсолютно не имеющий никакой почвы. Но я, как мне кажется, я в одном из выпусках тоже говорил, что в Армении очень любят вот такие конспирологические рассуждения и анализы. На самом деле не надо искать тут никаких других мотивов. То есть геополитического мотива тут точно никакого нет. То есть это решение не было принято в Москве или в России. Это я могу точно сказать. Может у господина Вартаньяна есть какие-то свои неизвестные мотивы. То есть может он действительно хочет заниматься политикой в Армении. Этот шаг может, не знаю, быть частью вот этого его плана. Хотя в этом плане у меня тоже какой-то скепсис есть. Но в целом нужно отметить, что не надо искать тут никакой геополитики. Но я вот согласен относительно геополитики, потому что я опять-таки живя в России и все-таки имея отношение к журналистике и относительно внутри политики, тоже могу сказать, что Вартаньян не имеет отношения к тому как бы политическому блоку, назовем это так, предпринимателей. Потому что это, в общем, это не рука Кремлят точно, мне кажется. И ну да, может быть какие-то его амбиции в политике Армении. Это уже звучит как-то более логично. Но это точно не Кремль, не Россия. Ну я думаю, наверное, на этом можно заканчивать, потому что неделя все равно была такая, не особо наполнена событиями. Но при этом события достаточно важные и показательные, мне кажется. Вот. Увидимся через неделю. Все. Спасибо, Тигран. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok